Серпухов присоединился к всероссийской акции «Библия-ночь». Она была посвящена году семьи и традиционно проводилась в главной городской библиотеке. Более 50 человек отложили все дела, чтобы провести время среди книг. Подробности в репортаже Маргариты Кирикович. Никогда мы не уедем в Москву! Я вижу, что не уедем! Библиотека – центр культуры, и насколько интересно и с пользой можно провести свой досуг среди книг, в очередной раз убедили ее сотрудники и самые активные читатели. Некоторые из них даже занимаются библиотечной, самодеятельной, театральной студией. «Библия-ночь» без сцен из пьес Чехова никак нельзя было обойтись. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена, еще немного, и мы узнаем, зачем живем, зачем страдаем. Если бы знать, если бы знать, если бы знать. Браво! Президение Чехова – писателя-борца с пошлостью, нежеланием и неумением людей изменить свою скучную и неинтересную жизнь, ожидающих, что кто-то за них будет приближать лучшие дни, сегодня как никогда актуальны. Поэтому организаторы «Библия-ночи» Антону Павловичу посвятили часть программы. Мы рассказали о многодетной семье, очень знаменитой, о семье Чеховых, и пролистали семейный альбом. Да, главная тема «Библия-ночь-2024» посвящена семейному чтению, досугу, который сближает взрослых и детей. Мама – первый человек, который открывает нам мир книги. Это она знакомит нас первой со сказками Пушкина, поучительными рассказами Толстого. Читающие мамы – читающие дети. Самые читающие семьи – Собиц, Лукьяновы, Вавиловы, Прокины и Тимофеевы – были в этот вечер награждены благодарностями и подарками. У Замолодского есть слова «Не позволяй душе лениться, чтоб ступи воду не толочь, душа обязана трудиться». Книги заставляют душу и день и ночь работать. Можно и чейзов почитать, можно и велерам почитать, может, чтобы это великое наслаждение. Спасибо библиотеке. Когда меня больше 10 лет назад спросили, пойдешь работать в библиотеку, я сказала, конечно, я ведь люблю читать. И мы собираем тех, кто любит читать. Хотя библиотека уже давно не только книга, хранилище и учреждения, где выдаются книги. У нас же здесь танцуют, поют, рукоделят и чего только еще не делают. Гостина библиотеки звучала классическая и современная музыка, а на абонементе можно было проверить свои знания поэзии Александра Пушкина и Михаила Лермонтова – два поэта, две семьи. Он любого удивит. Место это? У вас Канурия? Пушкина-то? Да, Канурия. Молодец. Программа «Библия ночи» была многочасовой, насыщенной. Можно многое посчитать. Количество гостей, музыкальных номеров, викторин, но никак не измерить радость, открытие и опытности всех, кто собрался в библиотеке в этот вечер. Кто отдохнул душой, узнал что-то интересное, познакомился с единомышленниками, разделил с кем-то бесценные эмоции. Продолжение следует...